Добрый день! В связи с этим вопросы исполнения экологического законодательства являются вопросами стратегической безопасности государства, экологической безопасности населения. Вопросы экологического законодательства, как международного, так и национального, входят в задания Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Тематика экологического законодательства возможна для разработки экологических проектов. Отношение человека к природной среде, социальному окружению, к себе как части природы, во многом определяется его экологической культурой, экологическим сознанием, от уровня которого зависит понимание личностью ценности самой природы. Принципиально новой мировоззренческой установки связаны с осознанием единства природы и общества, их целостности. Как изменить ситуацию? Для того, чтобы кимелировать огромное количество экологических проблем, необходимо формирование экологической культуры людей. Справедливо утверждается о том, что на смену природопокорительскому взгляду на мир должна прийти новая система ценностей. На смену антропоцентризму, когда в центре природы находится человек, должен прийти экоцентризм. Приоритетное значение отдается законам природы и гармоничному природопользованию. В рациональном использовании природных ресурсов заинтересовано все мировое сообщество, так как охрана окружающей среды усилиями отдельных государств не только малоэффективна, более того, она практически бесполезна. Законодательство об охране окружающей среды в рамках международных отношений в последние годы развивается весьма интенсивно, распространяясь на все больше круг объектов правового регулирования. Поэтому реализация права человека на жизнь, простого и естественного, в наши дни уже невозможна без международного решения экологических проблем. Такое понятие, как окружающая среда, охватывает широкий круг элементов, которые связаны с условиями существования человека. Они распространяются на три группы объектов. Это объекты естественной среды, лора и фауна, объекты неживой природы, гидросфера, атмосфера и летосфера, и околоземное космическое пространство, объекты, созданные человеком. В России право на экологически безопасную окружающую среду гарантировано Конституцией Российской Федерации, а также рядом других законодательных инициатив, особое место в которых занимает Федеральный закон об охране окружающей среды. В документах обозначены основные вызовы современности. Низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения определен среди внутренних вызовов экологической безопасности. Переход Российской Федерации на путь экологически устойчивого развития. Эти перспективы определены в указе Президента Российской Федерации о стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Стратегия социально-экономического развития страны должна быть увязана с основными законами экологической доктрины. Стратегической целью государственной экологической политики является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение экологической безопасности страны. Для решения этих задач необходимо сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции, как необходимого условия существования человеческого общества, обеспечение рационального устойчивого природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущим и будущим поколениям, обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения. Государственная политика базируется на следующих основных принципах. Устойчивое развитие предусматривает равное внимание к его экономической, социальной и экологическим составляющим, признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы. Приоритетность для общества, жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов. Справедливое распределение благ для населения от использования природных ресурсов и доступа к ним. Упреждающее действие, заключающееся в предотвращении негативных экологических последствий различных видов хозяйственной деятельности от их реализации. Учет отдаленных экологических последствий. Отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы на современном этапе или прогнозируются недостаточно надежно. Платность природопользования и возмещение ущерба населению и окружающей среде. Открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления, деловых кругов, подготовки, обсуждения и принятия реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Экологическая безопасность стала стержнем новой концепции развития экологии, которая предполагает изменение традиционных подходов к охране окружающей среды. Экологическая безопасность – это устойчивое состояние глобального характера, сложная политико-правовое единство системы отдельных и взаимосвязанных элементов, комплекс правовых элементов, комплекс правовых организационных и материальных гарантий защиты окружающей среды государства от вредного воздействия, источники которого расположены за пределами данного государства. Экологическая безопасность постепенно становится одним из самых значимых слагаемых всеобъемлющей системы международной безопасности. Принцип экологической безопасности из всего комплекса вопросов охраны окружающей среды выделяет главное – недопустимость экологических кризисов как условия выживаемости человечества. Этот принцип устанавливает прямую связь между охраной окружающей среды и международной безопасностью. При этом защита и улучшение охраны окружающей среды, рациональное использование всех природных ресурсов тесно увязываются с обеспечением всех аспектов международной безопасности, в том числе с разоружением. В настоящее время в сфере охраны окружающей природной среды действует немало международных организаций, таких как Всемирный фонд дикой природы, диких животных, Программа ООН по охране окружающей среды ЮНЕК – Международное агентство по атомной энергии, созданное в 1957 году для выполнения программ обеспечения ядерной безопасности и охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения МАГАТЭ. Общественная организация, занимающаяся охраной окружающей среды Greenpeace, Всемирная организация здравоохранения ВОЗ и ряд других международных организаций, с которыми у Российской Федерации заключены партнерские отношения. Проблемы охраны окружающей среды не ограничиваются рамками отдельных стран или регионов. Они приобрели глобальный характер. Необходимо их решать в общепланетарном масштабе, объединяя усилия международного сообщества, развивая международное сотрудничество в целях охраны окружающей среды. Основные направления международного сотрудничества в области охраны окружающей среды – это охрана окружающей среды и ее рациональное использование, объектами которого являются космос, мировой океан, международные реки, атмосферный воздух, отдельные объекты животного мира. Если обратиться к истории европейского экологического законодательства, то первой попыткой эколого-правового регулирования считается запрещение королю Эдуардом I в 1306 году применения каменного угля в открытых кострах в Лондоне. Уже в период первой промышленной эволюции правовые методы были направлены на защиту чистоты атмосферного воздуха, для чего были приняты соответствующие нормы в Германии в 1869 году, в Люксембурге в 1872 году, в Италии в 1965 году, в Англии в 1963 году. Первые законодательные акты были направлены на защиту отдельных компонентов природной среды. В начале 20 века 8-й международный экологический конгресс в Граце в 1910 году и конференция по международной охране природы в Берне, тоже в 1913 году, имевших большое научное и правовое значение, открыли широкую по тому времени дискуссию о необходимости специально заботиться о сохранении благ природы, уничтожаемых под натиском развития цивилизации. На рубеже 1960-70-х годов мировое общественное мнение достигло апогея. При широчайшей поддержке общественности подавляющего большинства стран были приняты исключительно важные и далеко идущие решения на международной конференции ЮНЕСКО по охране биосферы и ее ресурсов. Париж 1968 год. На симпозиуме Европейской экономической комиссии, посвященном проблемам охраны окружающей среды Праги в 1971 году и на конференции ООН по проблемам окружающей среды Стокгольме в 1972 году. Самыми крупными и значительными по своим историческим последствиям событиям в экологической области в прошлых десятилетиях была конференция ООН по проблемам окружающей человека среды, проходившая в Стокгольме в 1972 году. Она приняла два важнейших решения – декларацию принципов и план мероприятий. По итогам Стокгольмской конференции Генеральная ассамблея ООН на своей сессии в декабре 1972 года приняла ряд конструктивных резолюций. Следующее по важности событие – конференция в Рио-де-Жанейро в 1992 году, где была принята декларация по окружающей среде и развитию, которая так и называется – Рио-де-Жанейрская декларация. Далее, Киотский протокол – это международное соглашение, заключенное с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению. Киотский протокол был принят в 1997 году. В 2012 году конференция ООН «Рио плюс 20 по устойчивому развитию» продолжила идеи, принятые в 1992 году в Рио-де-Жанейро. И в 2015 году Парижское соглашение по климату, международное соглашение, призывающее, даже обязывающее страны сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, которые предположительно способствуют изменению глобального климата. Наибольшую известность в мире приобрел документ Рио-92, названный повесткой дня на 21 век. Это долгосрочная программа всемирных действий по охране окружающей природной среды и обеспечению рационального использования природных ресурсов и согласованном контексте с социально-экономическим развитием человечества на рубеже текущего и следующего столетия. В ней четыре раздела – социальные и экономические аспекты, сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития, укрепление роли основных групп населения, средства существования. Предполагается, что выполнение этой программы повернет развитие мира по пути оздоровления природной среды при более экологически дисциплинированном экономическом развитии, в отличие от современной практики, когда мир развивается по пути к экологической катастрофе. На официальных дискуссиях обсуждались две главные темы – как создать зеленую экономику для достижения устойчивого развития и вывода людей из нищеты, и улучшения международной координации устойчивого развития. Была разработана концепция того, как можно сократить бедность, содействовать развитию социальной справедливости и обеспечить надлежащие меры по охране окружающей среды с учетом поступательных темпов роста численности населения планеты. Как постановила конференция Био-де-Жанейро, для построения экономического порядка, который помог бы всем странам стать на путь устойчивого развития, необходимо отношение партнерства между всеми странами мира, которое заключается в следующем. Международное сотрудничество, борьба с бедностью, изменение структур потребления и производства, защита и улучшение здоровья людей, защита атмосферы, рациональное использование земельных ресурсов, борьба с уничтожением лесов, борьба с опустыниванием и засухой, защита и рациональное использование океанов, охрана и рациональное использование ресурсов пресной воды, повышение безопасности использования токсичных химических веществ, удаление опасных отходов, удаление радиоактивных отходов источных вод, роль детей и молодежи в обеспечении устойчивого развития, укрепление роли коренного населения, просвещение, подготовка кадров и информирование населения, соблюдение международного законодательства. Очень важно, чтобы все страны приняли участие в разработке международных договоров по обеспечению устойчивого развития. Впервые термин «устойчивое развитие» был применен в 1972 году на первой всемирной конференции по окружающей среде в Стокгольме. В 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро этот термин был использован в качестве названия новой концепции существования всего человечества. И определяется, как такое развитие общества, при котором улучшаются условия жизни, а воздействие на окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается природная основа функционирования человечества. То есть устойчивое развитие – это такое развитие, при котором ныне живущее поколение оставляет планету и перспективу для следующих поколений жизни на планете Земля. В сентябре 2015 года в ходе встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, 193 государства, члены ООН официально признали новую программу в области устойчивого развития, а заглавленную «Преобразование нашего мира» – повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Данная повестка дня включает 17 целей и 169 задач. Таким образом, идеи, заложенные в Рио-де-Жанейро в 1992 году, были продолжены в 2012 году и в 2015 году. Была разработана повестка дня для устойчивого развития планеты Земля до 2030 года. Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран, бедных и богатых, среднеразвитых. Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также в борьбе с изменениями климата и защите окружающей среды. Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения – экономической, социальной и экологической. Экономическая составляющая подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных, природа, энерго и материалосберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию переработку и уничтожение отходов. При сжигании углеводородного топлива происходит выброс в атмосферу парниковых газов, которые вызывают изменение климата и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. При отсутствии стабильного энергоснабжения страны не могут подпитывать свою экономику. Например, цель – недорогостоящая и чистая энергия. Предприятия могут поддерживать и охранять экосистемы в целях использования и дальнейшего развития гидроэнергетики и биоэнергетики. Для сокращения уровня выброса углерода можно также пользоваться велосипедом, общественным транспортом или ходить пешком. Так записано в целях на ближайшее развитие планеты. Внесение небольших изменений в повседневную жизнь, например, использование общественного транспорта и выключение питания у электроприборов позволяет сэкономить электроэнергию. Необходимо сократить использование пластмассовых продуктов до минимально возможного уровня и организовать уборку береговых зон. А также огромное количество пластика, которое выбрасывается в мировой океан, затем превращается в микропластик. И цепи питания, накапливаясь в тканях и органах животных, попадает в организм человека и таким образом наносит ему здоровью большой вред. Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе на сокращение разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является справедливое разделение благ. Желательно также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах, а также более полное использование практики устойчивого развития, имеющиеся вне доминирующих культурах. Для достижения устойчивого развития современному обществу придется создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический опыт и поощряющую свободу мнений. Например, цель партнерства в интересах устойчивого развития предполагает разработку механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Чтобы достичь цели в области устойчивого развития, правительство, гражданское общество, исследователи, научные круги и бизнес должны действовать сообща. Экологическая составляющая. С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечить целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие природных систем и ареалов обитания можно понимать широко, включая в созданную человеком среду, такую, например, как города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамичной адаптации таких систем к изменениям. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению. Леса не только обеспечивают продовольственную безопасность и убежище, но и играют ключевую роль в борьбе с изменением климата, помогают сохранить биологическое разнообразие, являются местом проживания коренных народов. Также природные зоны важны для отдыха и психического благополучия. Например, задача сохранения экосистем суши. Цель заключается в рациональном лесопользовании, борьбе с опустыниванием и прекращением процесса утраты биоразнообразия. Лес – источник средств существования для 1,6 млрд людей по всему миру. В число мер для поддержки лесов входит вторичная переработка, включение в рацион продуктов из местных устойчивых источников и сокращение потребления энергии при помощи эффективных систем отопления и охлаждения. Это вкратце о некоторых целях для устойчивого развития определенными Организацией Объединенных Наций до 2030 года. Последствия совершенных противоэкологии нарушений глобальны. Ведь зачастую вред, причиненный природе, настолько велик, что восстановить благоприятную окружающую среду становится невозможно. Наказание за такие преступления наступает соответствующим проступку, насколько это реально. Последствия экологических нарушений можно разделить на следующие виды. Отрицательное влияние на качество окружающей среды. Определить данные последствия позволяют проверке конкретных характеристик и норм. К данным последствиям относятся случаи увеличения радиации, отравления воды и т.д. Потеря природного элемента, к примеру, вырубка леса, сожжение поля, физический ущерб, причиненный людям и животным. Данное последствие является одним из самых глобальных, соответственно, ответственность за него назначается серьезная. К примеру, за неуполнением правил перевозки биологических отходов может последовать эпидемия среди людей, либо смерть большого количества животных. Не установленные изменения к окружающей среде. Сюда относятся иные отрицательные для природы исходы, связанные с несоблюдением человеком экологического законодательства. К примеру, исчезновение целого вида птиц, рыб или животных, в том числе занесенных в красную книгу. Законодательство делает все возможное, чтобы люди понимали, что окружающая природная среда – залог здоровья и будущего. Очень важно понимать, что причиняя вред природе, человек наказывает в первую очередь себя, своих детей и все человечество в целом. В Конституции определено право человека на благоприятную окружающую среду. Это право – одно из важнейших. Спасибо. 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 Спасибо.